всем подписчикам доброе утро доброе субботнее утро как обычно иду на тренировку решил не терять время зря снять что-нибудь интересное ну в плане разговорного в динамичной манере какое-то сегодня разбитое состояние спал сегодня долго 9 с лишним часов хотя ничего не предшествовало этому может быть накопившись и усталость за неделю начал земляные работы бетонирование еще в общем не так уж в принципе сложно но силы конечно тратится прилично поэтому на тренировку даже на этой неделе не удалось прям на конкретную вы выбраться такие промежуточные тренировки дома чуть-чуть дома немного на улице на брусьях на турниках и сегодня я на сегодня запланировал очень-очень мощную тренировку вернее давно и планировал но не решался и сделать и скорее всего сегодня бы я не не сделал знаю сейчас она меня получится не потому что она слишком мощная помните мог моя таблица рабочая я теперь пока что буду последний раз ей пользоваться последние разы прикреплять ее под спортивным видеороликами и 10 тысяч тонн по 10 тысяч килограмм заряда в общем но она такая универсальная в принципе подходит всем и с помощью такой таблицы вы можете распределять и нагрузки и любой ваш тренировочный сплит с помощью любых упражнений будь то жим тяга присед я не знаю подтягивания на турнике на брусьях там просто можете вводить свой вес собственный да и считать общий тоннаж с помощью которого вы будете уже понимать какой тоннаж тренировки вы сделали насколько это будет эффективно да заранее вам скажу что в таком плане тренировок вы спрогрессируете намного быстрее лучше чем с каким-нибудь там фитнес тренером в зале который вам будет рассказывать что там три повторения по пять пять повторений по десять промывать вам мозги от тренировки тренировки и в принципе за 10 тренировок вы ничего не получите никакого эффекта с помощью такого фитнес тренера но потеряете деньгах вот да если вы совсем новичок то есть смысл изучить правильность упражнений подходов ну какую-то теорию небольшую относительно анатомии упражнений ну дабы не получить травма а если вы уже давно занимаетесь у вас нет конкретного плана на тренировки на вообще в принципе прогрессию до хотите спрогрессировать нормально соответственно себе можете установить какие-то вот такие вот задачи например начните с 5000 килограмм за тренировку потом до через месяц 6000 потом семь тысяч восемь девять десять у вас уже на много месяцев ну считайте на полгода будет хороший сплит тренировочный план и небольшой челлендж с собой сами с собой будете трещь заниматься и идти к определенной цели вот таким образом вообще в принципе на наращивание какой-то мышечной массы и прогрессии в тренировках влияет как таковой не веса на штанге на грифе или на тренажере а непосредственно ваш тренировочный объем все это знают бодибилдеры профессиональные те которые уже занимаются годами они работают даже бывает небольшими весами но чувствуя мышечные волокна не включая силовой режим и а создают объем тренировочный таким образом вот в общем ну для этого вам надо в общем просто себя смотивировать да хотя бы возьмите просто распределите нагрузку скажите себе допустим в течение этого года я смогу дойти до отметки десять тысяч в определенных видах в движениях то есть три базовых движения с собственным с весом собственного тела на тоннаж и ничего не потеряете если вы это делать будете полгода и соответственно сделаете хороший прогресс вот смотрите к примеру у вас во первых генетические тела построена так что мы адаптированы то есть наша костная масса сухожильная и мышечная масса она адаптирована на поднятие собственного веса поэтому травматизм здесь минимален и в этом плане вы сможете очень долгосрочно заниматься не получив какую-либо травму то есть фактически при постановке на какие-то тренажеры собственного веса ну масса собственно да как вы там вести ну понятно это наверное уже для занимающихся витры атлетов да то есть если человек весит там 150 килограмм то он понятно если он просто жирный и никогда не занимался да здесь нужно такой какой-то другой немножечко подход но его тоже легко в коэффициентах прописать то есть там то есть там коэффициенты по тренировочному стажу ну если захотите пишите в комментариях я помогу вам составить такой коэффициент и можете начать с него в общем я имею ввиду ну собственно вес мне кажется жмет тянет и приседает каждый спортсмен я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного силового там и так далее посмотрите все наверное знают да что есть три параметра это сила тренировки на силу и тренировки на выносливость и промежуточное звено это тренировки на силовую выносливость то есть как раз вот если вы себе представьте сейчас образ спортсменов да то есть на силу тренируются кто у нас силачи это тяжелоатлеты это троеборцы те которые делают в основном вот эти базовые три движения ну это не говорит о том что без этих движений вы не сможете прокачать себе и другие мышечные волокна которые отвечают за выносливость например да то есть взяв небольшой вес у вас будет обычная физкультура физкультура но она тоже намного повторку и соответственно вы тренируете выносливость опять же ну конечно же в этом случае выгоднее включать кардио то есть с кардио выносливость лучше тренируется и средний параметр который касается и мышечных волокон и сухожильной и костной и выносливости всего это вот бодибилдинг то есть тот же самый наш бодибилдинг который отвечает за наращивание мышечной массы качественной массы да она как раз и тренирует силовую выносливость и вот этот параметр он как раз и и работает на не огромные веса а средний вес чтобы задействовать только мышечную массу без рывков которые включают сухожильную костную систему и помогают нам преодолеть данную нагрузку то есть заметьте что максимализм которым страдают молодые люди чаще всего не приводят к наращиванию большой мышечной массы и только с помощью тренеров которые все знают как это сделать заметьте веса сразу у них падают падают веса если это бодибилдинг то небольшие средние веса и они сразу прогрессируют и становятся большими у меня пример был в школе со мной учился одноклассник Паша Попов его звали и у него тяжелоатлет ну не тяжелоатлет вернее а бодибилдер Андрей старший брат там просто огромная махина да понятно там в то время уже в Советском Союзе и анаболические стероиды вернее уже Россия была я уже в школе учился это уже ближе к 97 году 1997 некоторые наверное из вас еще не родились ну тогда я уже железом занимался мне было сколько мне было 12 13 13 лет 14 лет мне было почти ну я чуть раньше начал там со спортзала школьного но это не серьезно серьезно уже качался уже в качалке там в такой советском подвале и ну вот этот Паша Попов как-то вышли из 9 класса примерно все в одной кондиции как привыкли мы себя за долгие годы пришел уже после лета здоровый здоровый высокий просто и вымахал вверх и мышечную массу нарастил такой весь подкачанный ну сразу конечно же там девчонки ну конечно я просто помню Пашу он слишком скромный был сам по себе то есть приобретение какого-то дополнительного внешнего статуса не делает вас умственно и морально как сказать ну более расслаблены вы да с точки зрения внешнего вида но все равно интеллектуальные данные которые позволяют с легкостью познакомиться с любой девушкой и привлечь ее и так далее они все-таки немножко из другого рождаются развивать надо поэтому я всегда говорю все гармонично и интеллект и физически активно свое тело то есть все взаимосвязано должно быть ну поверьте все две стороны будут вас за это благодарить и интеллект и тело и силы ну то есть все надо развивать понимаете нельзя акцентировать внимание на чем-то одном просто все должно быть сбалансировано ровно так как задумала эта природа быстрый умный шустрый вот вот я сегодня напинал за счет интеллекта напинал заставил в общем если физически я достаточно разбит себя чувствую но так как сказать не очень хотя спал может долго из-за этого сейчас будем разогреваться поэтому я иду пешком два два километра сколько тут пешочком чтобы разогреть на ноги суставы руки и уже утеплился нормально хотя на улице где-то уже 16-17 градусов сегодня тепло несмотря на конец октября прям радует то есть ну и в общем запинал я себя нормально заставил идти потому что наверное заранее я себе придумал слишком огромный объем тренировки я хотел сегодня сделать на самом деле двойную схему то есть двадцать тысяч тонн не в жиме в одном а в двух движениях это присед ну присед тяга на том тренажере который я вам показывал и соответственно дополнительно подтягивание подтягивание собственным весом но я так подумал что я не потяну такой объем огромный и вот у меня внутреннее желание было не идти знаете как это начинаешь каждый день себе сопротивляться но давай потом давай отложим еще на день а может завтра будет лучше и настроение получше пойдешь делать это но на самом деле этого не произойдет потому что появятся какие-то новые обстоятельства которые помешают вам это сделать продуктивно ну в общем ждать какого-то определенного момента это самый худший вариант в любой истории поэтому поэтому я себя запинал и немножечко обманул ну как обманул может быть я так и сделаю но я решил так а давай я сделаю обычный десять тысяч тонн по программе посчитаю количество повторений которое мне необходимо сделать на тяге на приседании тяги и сколько мне нужно подтягиваний сделать в этом комплексе чтобы у меня получилось ровно десять тысяч тонн а далее уже по состоянию если это будет действительно очень легко и пойдет очень нормально я просто продолжу а насколько я знаю себя и свои физические возможности я смогу наверное доделать полный комплекс весь объем ну сейчас загадывать я не буду дальше вы увидите в этом ролике и соответственно уже оцените насколько это было мощно сейчас мы зайдем в водички возьмем возьмем водички минералочка чтобы у нас больше кислорода было и закиси азота в крови выпьем предтреничек такой легкий предтреник в основном из аргинина аргинин и кофеин и пойдем делать комплекс сегодня кстати съемка в 4К будет более качественно правда 25 кадров в секунду не не 50 как все снимают да так как интернет не очень быстрый и загрузка роликов будет долго хотя я подумал надо наверное снимать ролики по Париже но наверное получше с ними работать или качество увеличить хотя не знаю предыдущие качества тоже неплохое было но сделаем сегодня нормальную картинку хорошую тренировку большую у меня видите новый лук свежее и на обратном пути тогда мы с вами обсудим тему палеопитание я вам расскажу что это такое что я нового узнал в определении данного данной темы и видите интуитивность собственно я получается последние несколько лет занимаюсь палев диетой расскажу вам подробнее сколько я питаюсь как питаюсь что ем какие периодичности периодизация в питании какой объем питания как себя можно ограничивать неограничивая и так далее и тому подобное тема очень интересная и кто вдруг сделает параллель к себе сможет принять это на вооружение в своих геетических изысканиях так сказать это просто и беспроблемно встречаемся на тренировке и я наверное буду сразу записывать сплит тренировку с таймером и ну потом дальше просто итоговое завершение сделаем и так мои дорогие друзья коллеги родственники даже хейтера привет я уже здоровался совсем но это еще раз можно мы же не евреи шутка кстати не очень удачно наверное я разогрелся слегонца я не буду сейчас убиваться перед тренировкой насильно разогрев для того чтобы остались силы в общем вес небольшой на самом деле для меня для моего рабочего состояния и я буду тянуть 100 килограмм не считая вес тренажера и соответственно я вешу 90 но 90 здесь нельзя поставить тут можно поставить по 25 вот эти блины каждый 25 килограмм весит и вот этими маленькими с каждой стороны там по 20 получается то есть они по два с половиной их 4 штуки там 20 килограмм ой 20 10 ну да двадцатка вот это двадцатка если поставить вот 20 5 570 70 либо вот 100 все больше по-другому никак ничего страшного нам надо в сумме набрать 10 тонн соответственно я где-то играюсь близко к своему весу соответственно поставим на 10 больше значит я сделаю следующим образом здесь пять тысяч килограмм сделаю и далее мы пойдем на турничок на турничке сделаю ну пять тысяч я поделила 90 свой вес получилось у меня где-то пятьдесят пять с чем-то ну сделаю пятьдесят шесть повторений то есть в итоге мне нужно сделать подтягивание пятьдесят шесть и здесь пятьдесят так вот посмотрим по состоянию если мои ноги выдержат потому что я очень много сижу конечно ухожу сейчас если выдержат значит мы сделаем больше сделаем полтора или два объема если я смогу сделать сто двенадцать подтягиваний но это будет скорее всего очень долго и возможно даже я их для себя сделаю я короче когда сделаю десять тысяч килограмм я вам промежуточно скажу время и далее если я еще буду в состоянии ну я буду чувствовать нормально ли мне я продолжу работать погода сегодня восемнадцать где-то градусов пасмурно немножко но достаточно тепло и ну ветерочек холодненький поэтому я пока буду работать одетой чтобы не застудить поясницу потом наверное в середине где-то одену ремень с собой взял и просто поработаю в майке когда совсем уже нагретый буду изнутри чтобы мне немножечко охлаждаться но опять же повторяюсь поясницу надо беречь потому что можно застудить спину очень сильно не знаю на какой тренировке я остуданул спину скорее всего не на тренировке я уже работы когда делал вечером в ночь и холодно было спину простудил работал в майке вот до сих пор она еще болит уже две недели поэтому видимо кстати тренировки еще сокращены но ничего сегодня нормальная будет нагрузка средняя так что занимаемся я буду в музыке короче просто поставлю камеру буду перетаскивать смотреть и тут у вас на экране будут таймер вот что еще хотел сказать ну будет немножко здесь как обычно мы заснимали сверлить пилить ребята убрали одну секцию вторую я наверное они наверное стали на весну или зимой будет делать ну смотрите как красиво уже получается одну часть они вот бетонировали ступеньки здесь отреставрировали видите покрасили все в цвет флаг России круто сделали потом посмотрим еще весь результат когда будет вот скамеечки скорее всего либо новые будут либо они их соответственно будут очищать отмывать полировать я не знаю что будет с ним делать но я думаю что в следующем году здесь будет вообще четкий стадион он и сейчас хороший но я думаю что будут и покрытие уже менять потому что уже кое-где трещины есть немножко надо причесывать это делать хороший вид поле самый главный стадион в Ейске где проводятся все областные станичные соревнования по футболу когда я не приду всегда здесь тренируются бегают играют ребята по выходным соревнованиям в школе проводятся тренируются школьные эти эстафеты сдаются прыжки в яму с песком вот этим в длину ну то есть короче отличный стадион прекрасный не во всех городах они такие есть но вот пожалуйста ладно не буду затягивать короче начинаем наш челлендж тренировку челлендж тренировка короче не знаю как-нибудь назову этот ролик сейчас попьем еще водички и стартанем наверное с приседаний не знаю какое качество картинки до этого снимал вам но в общем я стабилизацию оставил в 4к картинка будет надеюсь все будет видно все будет четко что-нибудь нарежем что-нибудь склеим и заодно я проверю новый режим вот этого 4к как снимать длинный ролик с батарейкой и да кстати рассматривать надо за батарейкой сейчас 61% заряда наверное на часик хватит меньше наверное короче погнали убедитесь бегом когда на ревер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА